Доброго утра всем людям Суперджамп и нашей планеты, еще больше счастья, еще больше здоровья. И меня в Суперджамп, наверное, Бог привел именно за своим здоровьем, которое с 2018 года пришло ко мне такой сигнал и физиологический, и психосоматический. И, в общем, я пришла в Суперджамп, очень странно, никогда в Инстаграм нигде не откликалась на рекламу, а почему-то отозвалось мое сознание, бессознательно отозвалось на приглашение незнакомого интеллект-тренера в Инстаграм Ирины Мокиной. И я сама себе удивлялась, как будто кто-то моими руками нажимал и давал согласие пройти курс интеллектуальных тренировок. И ключевая фраза была прокачать свое ресурсное состояние. Потому что мое состояние, вот мне 53 года, я из Казахстана, я достаточно успешный, 20 лет я работаю в сетевом маркетинге, в косметической компании. И я по всем определениям с самого раннего детства сильная женщина. И вот как, может быть, та лошадь под куполом цирка, я настолько была вымотана и служением своей семьи, и построением карьеры. И у меня сложный гиперактивный ребенок, я ее вырастила и выдала замуж очень счастливо и удачно. И все это, и потом у меня последние лет 8 были такие токсичные отношения с мужчиной, которого я почему-то очень сильно полюбила. И инсульт мамы. И все это подействовало на меня таким образом, что на моей голове не осталось ни единой волосины. Это была аутоиммунная аллопеция, как я после многочисленных обследований в различных городах у различных докторов выяснила. И к моему страху большинство врачей сказали, что с этим надо как-то жить. Уже, скорее всего, произошел фиброз, и ваши волосы к вам не вернутся никогда. Адаптируйтесь к ношению париков. И вот год назад, в марте 22-го года, собственно говоря, в парике я и пришла на Суперджамп. Причем, конечно же, я проходила медикаментозное лечение достаточно серьезными препаратами, ингибиторами, которые тормозят антитела. Я прислушалась к совету своих подруг, которые говорили, что это психосоматика, и тебе нужно показаться хорошему психологу. Но, к сожалению, я в эти годы, это было 4 года безуспешной борьбы, встречалась больше с людьми, которые зарабатывали деньги. Знаете, есть притча, кто-то храм строит, а кто-то деньги зарабатывает. И меня не затронуло ни один тренинг, и не помог ни один доктор. Я встретила чудесного оптимиста в Санкт-Петербурге, который вел онлайн-пурс моего лечения, и прекрасного друга в Индии, который присылал мне неимоверно дорогие лекарства, но по замечательной цене. Но, тем не менее, я бы хотела, чтобы вы посмотрели, в каком состоянии я была. И когда я смотрела на себя в зеркало, я старалась этого не делать. Ну, я не понимала, зачем дальше жить. И когда я проходила этот курс, первое, что меня задело, это... Ну, вот ко мне сразу же пришло ощущение с первого занятия, когда гротесковые похвалы, они ввели в состояние, что мир любит тебя. Ты нужен миру, и ты его частица. И, видимо, так я начала выходить из своей депрессии. И прошла восемь занятий. И уже с первого урока увидела... Ну, я поняла, что начали происходить чудеса. Потому что у меня минус был не только там личное, да, жизни и здоровье. Но я катилась вниз и в своей работе, и мне было страшно. Страх обыкновенный, на что я буду дальше жить. Вот. И я просила своего интеллект-тренера, чтобы меня поставили в расписание на апрель, так как было закрытие месяца, марта, и мне оно давалось большим трудом. На второй день, когда я зашла, все-таки меня включили 26 или 27 марта. 28 марта у меня был выполнен объем, который я думала, что буду с трудом закрывать до 30-31 числа. И я этим поделилась уже со своими новыми друзьями на Суперджампе. И вот я еще раз хочу, пока я не упустила эту тему, что помимо восьми простейших упражнений, здесь идет огромная поддержка незнакомых тебе, но очень теплых, дружественных людей. И это очень дорогого стоит. Это очень трудно встретить в один час, в одном месте целую группу из 10 человек, которые будут говорить, что ты все сможешь, и ты королева, который тебя поддержит. И за это я очень признательна Довганю, что он такое придумал со своей командой. Но так вот, когда я объявила своим новым друзьям, что объем выполнен, я еще даже не подозревала, что когда наши курсы закончатся, объем следующего месяца вырастет в два раза. Я не понимала, что происходит, но эти моменты я приписала, конечно же, каким-то событиям, подорожание продукции или то, что я высвободила больше времени и все время направила на работу с командой. И вы знаете, я стала делиться с людьми, и люди неоднозначно принимали информацию. И я поняла, насколько они все... Вот я жила до Суперджампа, я как зверушка пряталась от людей. Но у меня на это была объективная, точнее, субъективная причина, потому что у меня не было волоса. Я увидела вокруг много людей, на них были копны волос, но они также прячутся в своей жизни от других людей, от дружественных людей, от всего мира. Они закрыты, и мне кажется, с помощью... Я думаю так, что с помощью Суперджампа можно открывать их сердца по направлению друг к другу, потому что все люди не общаются. Вот я даже сейчас нахожусь в отеле, где сотни людей из разных стран, и в основном между собой люди не общаются, они закрыты внутри своей семьи, они закрыты внутри себя. И Суперджамп, конечно, меня открыл настолько... Вы понимаете, может быть, кому-то мой результат последнего года покажется неправдоподобным. Я в бизнесе приросла в два раза. То есть если мой доход был с горем пополам, там, 300-400 тысяч, то сейчас в моих доходах я получаю миллион-полтора миллиона. Имейте в виду, что это казахстанские тенге. Ну вот представляете, какой скачок в доходе. Я вам честно скажу, друзья, через 2-3 месяца восхищенных отзывов, выполнения упражнений. Я забыла про Суперджамп. Я забыла и пошла в жизнь. Но я пошла в жизнь с открытым сердцем, верой в себя, в то, что мир меня любит, что люди вокруг дружественные. И на самом деле за этот период столько друзей помогали мне. И люди переживали за меня. И моя массажист, когда в апреле увидела на мне первую волосинку, она так радовалась искренне. И вот этот курс лечения я не прекращала, конечно же. И он был стабилен на протяжении целого календарного года. Если первый год он прерывался из-за непоставки лекарства, то во второй год все было как по часам, и мой волос прибавлялся. Но врачи говорили, что навряд ли я смогу снять парик, потому что он будет расти очагово-клочкообразно. Ну, вы знаете, когда я почувствовала уверенность в себе и силу, и в компании своей я думала, что я уже не займу лидирующих позиций. Я вышла на лидирующие позиции, написала заявление на автопрограмму с ноября месяца. И на 1 мая я получила корпоративный автомобиль. Это очень сложная командная работа. Столько людей радовались за меня. И когда мы поехали в марте месяце в Катар, а я никуда не хотела ездить, мне не интересовало никакое море, ничто где. Я не хотела нигде париться в своем парике. И когда я поняла, что я могу его снять, вы знаете, первые шаги я не могла в это поверить. В марте месяце, ровно через год после суперджампа, я его сняла и приехала в Катар со своим, пусть еще маленьким, но со своим густым волосом. И когда люди подходили ко мне, многие не знали о моей беде. Они просто говорили, что произошло с твоим состоянием. Ты вся светишься. Они не знали, от чего у меня идет вот этот внутренний свет и радость. Я переоценила все, что имею. Я его оценила. После боли пришла такая ценность, такое достоинство. И все это заметили, и это отразилось в результатах в работе. И коллеги, которые были со мной в Катаре, отдыхали на пляже, сидели в ресторане. Они все друг за другом спрашивали, что с тобой случилось, что с тобой произошло. Расскажи, поделись опытом. Как ты достигла таких результатов? Положа руку на сердце, я не вспомнила про Суперджамп. Но однажды я увидела нашего супернаставника, потрясающего, харизматичного человека. Она стала осваивать сторис в WhatsApp, Наталья Семенова, Ростова. Я ее увидела, и у меня в голове сразу же произошел щелчок. Я же год назад посетила эти курсы. Это же произошло именно от того места, когда я вышла с этими восьми упражнениями. Носилось два месяца, апрель-май. И я потом настолько стерла это в своей голове, но я этим настолько подпиталась. Я стала, как это, у меня появилось ощущение моральной непотопляемости. И у меня появилась неимоверная открытость миру. И вот хочется этим делиться, хочется быть полезным. Вы знаете, когда ближайшие друзья, узнавая о моем исцелении чудесном, ну, во-первых, мой доктор питерский был в таком тоже состоянии удивления. Ведь мы два года принимали этот препарат, но сработал же он в определенный момент, когда изменилась я. И он спросил разрешения опубликовать, значит, мои фотографии в своем Инстаграм. И уже там в первый час было 800 лайков, ночью было много вопросов. И я старалась помогать людям, отвечать им, давать поддержку и надежду. Потому что в мире тотальная лапеция, ну, она плохо излечивается и практически неизлечима. И мне звонили знакомые друзья из Америки, мне звонили незнакомые люди из Москвы. И я думаю, что я не могу с каждым переговорить, потому что у каждого свой протокол лечения. Но вот это вот состояние, вот только им я могу поделиться, со многими людьми. Я рада, что сегодня в эфире 800 человек. Я буду рада, что если вы мою историю расскажете другим людям, которым нужно то непотопляемое состояние души, на котором сработают все медикаментозные препараты. Будь то онкология, будь то аутоиммунные заболевания, будь то психосоматические расстройства. Я думаю, что это прекрасная поддержка для людей. И спасибо, суперджамп.